Конкурсы красоты получили свое название неспроста. Ты обязана сиять и быть безупречной всегда. Но во время соревнований девушки живут в отелях со шведским столом, и их рацион очень редко соответствует правилам здорового питания. Чтобы сохранить стройность им приходится пить мочегонные средства и препараты, понижающие аппетит. А если они перебарщивают, то падают в обморок и страдают от сильных аллергических реакций. Вторая проблема участниц таких мероприятий – это булимия. Девушкам приходится присутствовать на обедах и вечерах, где из полезной пищи – только минеральная вода. Люди, незнакомые с модельным бизнесом, считают, что титулованные красавицы спят до обеда и могут себе позволить полноценно расслабиться. На самом деле все в точности наоборот. Во время конкурсов участницы отдыхают не больше четырех часов в сутки, и так на протяжении нескольких недель. Необходимость зарабатывать баллы заставляет девушек участвовать во всех мероприятиях, что вызывает постоянную усталость. А если добавить к этому, что появляться везде нужно на каблуках и практически нельзя сидеть, конкурсантки испытывают огромное переутомление. В конкурсах красоты важно не участие, а победа. И всегда существуют участницы, которые готовы идти к заветному титулу любой ценой. Они всячески демонстрируют свое превосходство, стараются уязвить соперниц и даже намеренно вредят им. Например, нельзя выходить на сцену без ленточки с названием страны, и если ленты нет, участница не может показаться перед гостями. Были случаи, когда кто-то воровал ленты и мешал девушкам честно бороться за звание. Стать титулованной мисс можно многими способами, и не все играют честно. Например, за корону можно заплатить. Стоит это недешево, известны случаи, когда девушки отдавали за титул по 30 тысячам евро. Продолжение у таких историй чаще всего печальное, организация получает деньги, а красавица проигрывает. Это популярный вид бизнеса, многие люди предлагают продать участие в популярных ТВ-шоу, победу в конкурсах и Т.Д. Беда в том, что они как правило влияют на процесс съемок или итоги лишь косвенно, поэтому чаще всего покупатели просто теряют свои деньги. Красивая девушка, это всегда соблазн, особенно для членов жюри и тех, кто может повлиять на результаты конкурса. У девушек есть способ познакомиться с жюри поближе, они вместе отдыхают на приемах, участвуют в съемках. Были случаи, когда благодаря такой близости судьи шли на уступки и отбирали больше финалисток, чем планировалось изначально. И зачастую это инициатива самих членов жюри. А у участниц не остается выбора. Ведь когда девушку ставят перед перспективой согласиться и выиграть или отказать и проиграть, вариантов не остается. Известны многочисленные скандальные примеры того, как девушки оказывались заложницами аппетитов организаторов конкурса красоты. Самая громкая на данный момент история, это обвинение в домогательствах. Выдвинутая мисс вселенной, 1996 Алисия Мачадо в отношении Дональда Трампа. Нынешний президент США в то время был владельцем бренда конкурса. Большинство девушек приезжает соревноваться честно, но не всем это удается. Некоторым приходится отказаться от своих принципов, чтобы не проиграть. Индустрия красоты уже давно не ассоциируется с благородством и высокими чувствами. Это жесткий бизнес, в котором есть свои правила.